Масштабные работы по водоснабжению сел. В Уилском районе реализуется ряд проектов в этом направлении. В результате уже в 14 населенных пунктах появится живительная влага и 92,5% населения района смогут пользоваться централизованным водоснабжением. Кроме того, в райцентре строится ФОК, проведена масштабная работа по ремонту улиц и дорог. А в сфере сельского хозяйства увеличиваются площади орошаемых земель. В Уилском районе подвели итоги социально-экономического развития за прошлый год и рассказали о планах. Родина знаменитого просовода Шаганака Берсиева успешно развивается во всех направлениях. Показатели социально-экономического развития за прошлый год в целом успешные. Выполнены планы и задачи по намеченным пунктам. Важнейшим из них является проведение населенных пунктов современных благ цивилизации, а именно водоснабжение и обеспечение населения голубым топливом. Завершены работы по обеспечению живительной влаги населенных пунктов Кусимба и Акимер в планах водоснабжения Ахшатау и Каракемера. Еще в семь населенных пунктов планируется провести водопровод за счет установки комплексного блочного модуля очистки живительной влаги. Два населенных пункта газифицированы. Уже разработана проектно-сметная документация на проведение голубого топлива в село Каратал. Важным этапом повышения качества жизни людей является своевременное медицинское обслуживание. Так, в селе Саралжин в прошлом году завершили капитальный ремонт местной врачебной амбулатории. Помимо фасадных и внутренних работ, ремонта крыши заменили систему отопления. В медучреждении 2009 года постройки работает семь врачей, в том числе молодые специалисты. Отметим, что объект ремонтировался в рамках программы «Дорожная карта занятости». В этой связи привлекались местные безработные граждане, которые в летний период проводили капитальный ремонт медучреждения. В райцентре уже в ближайшее время распахнет двери физкультурно-оздоровительный комплекс, возведенный по программе «Аул Ельбис-Эгэ». В ФОКе предусмотрен основной игровой зал, а также борцовские и тренажерные залы. Имеется бассейн размером 25 на 9 метров. Большое внимание в районе уделяется и дорожному строительству. В текущем году продолжится активная работа по ремонту дорожного полотна. Отремонтируют подъездные дороги к селам Коптугайшу, Барши, Харатал, а также участок трассы Уил-Хараой. В частности, в 2021 году обновят четыре участка в Коптугайском сельском округе. Столько же и в Сорбие. Кроме того, отремонтируют две улицы в селе имени Шаганака Берсеева и три в населенном пункте Хараой. Основой экономического развития района составляет сфера сельского хозяйства. В прошлом году местные аграрии засеяли более 2000 гектаров проса, 100 гектаров картофеля, 105 гектаров овощей. Общие площади орошаемых земель увеличились на 47 гектаров. В райцентре началась работа убойного пункта одного из ТОО, а также цеха по производству местных полуфабрикатов. В Саралжинском сельском округе введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма. Было закуплено 30 голов племенного крупного рогатого скота. А индивидуальный предприниматель в рамках программы массового предпринимательства и продуктивной занятости открыл теплицу в райцентре. Здесь будет выращиваться экологически чистая овощная продукция. При поддержке государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 и 2021 годы закуплен мелкий и крупный рогатый скот. Успешно проводится работа на имеющихся земельных участках, около миллиона гектаров которых активно используется по назначению. Большая работа в районе проводится в направлении обеспечения интернетом. Все 23 школы подключены ко всемирной паутине, в том числе 9 образовательных учреждений к высокоскоростным волоконно-оптическим сетям, а 10 населенных пунктов обеспечены мобильной связью 3G. Николай Сырбов, телеканал Актюбе.